Астрахань Дарья Максимовна и праправнук Тимофей Евгеньевич Пешковый приехали в наш город впервые. Визит состоялся по приглашению губернатора Александра Жилкина. В рамках обширной культурной программы гости осмотрели достопримечательности города. На встрече с творческой интеллигенцией они делились воспоминаниями о своем выдающемся предке. Горький был очень недейный личностью. Принципиальный, да, и за какие-то блага нельзя было его никаким образом сказать. За круглым столом библиотеки имени Крупской, где собрались преподаватели вузов, СУЗов, работники библиотек и музеев города, нучка писателя вспоминала благотворную ауру дома Пешковых, куда любили приходить многие знаменитости. И даже без Волгопа Шостакович все время приезжал, но Алексей Толстой, который рядом просто жил, всегда бывал у нас и не вала, и ночевала вообще все. Вот так что, нет, народу было очень много всегда и очень интересный. Потомков писателя в рабочем кабинете принял глава региона Александр Жилкин. Дар высоким гостям губернатор преподнес памятные подарки. Здесь кухня, костица. Все, кто здесь живет, даже здесь смелость набрал сам мастер-класски. Да. Поэтому здесь это кухня простых мам и бабушек, которые нам готовят. Далее разговор шел о культуре. Губернатор отметил, что сегодня культуре Астраханской области уделяется серьезное внимание. В культуру вкладывать надо по определению, потому что если мы хотим экономику поднять, то экономика должна ложиться на грамотный такой культурный пласт населения. В свою очередь, потомки Горького преподнесли в дар губернатору Александру Жилкину уникальную книгу Максима Горького с автографом писателя. Вам огромное спасибо, что вы уделяете такое большое внимание культуре, потому что без культуры немногие, к сожалению, великому уделяют такое внимание. И за это вам огромное спасибо. И вот мы хотим с бабушкой, бабушка нашла у себя в библиотеке книжку, которую мы хотим подписать. Знаменательно, что визит в Астрахань потомков Максима Горького начался в день рождения писателя 28 марта. Ему исполнилось бы 146 лет. Марина Лазарева, Вячеслав Яромовский, Новости 24, Астрахань.